Сыро и с плесенью. Что такое жизнь в маневренном фонде? Смотрим на примере одного дома. Что выбрать, управляющую компанию или ТСЖ? Плюсы, минусы, совет эксперта. Что такое маневренный фонд и каково жить в нем? И как жильцы сами пытаются обходить коммунальные проблемы? Узнаете из следующего сюжета. Люди здесь не собственники. Квартиры им не принадлежат в дом в собственности города. Он относится к маневренному фонду. Сюда переселяют из аварийного жилья временно, пока не переведут в хорошие квартиры. Но Елена здесь навсегда. Проблема, я думаю, на лицо вся. Если посмотреть, во что превратился тепловой узел. Здесь уже свалка. Все скидывают, сбрасывают. То есть ночуют бомжи. Он вообще не запирается, никак не закрывается. Страшно парит. То есть когда дверь закрыта, здесь такой пар стоит, что гниет пол. То есть не только здесь. Вот сейчас я покажу дальше в подъезде. Сгнил весь пол. И у людей то же самое. То есть вот здесь вот делать не хотят. В официальном ответе, по словам Елены, утверждают, что пол в тепловом пункте не требуется. Как, видимо, и в остальном подъезде. Даже самая короткая экскурсия по причудам дома маневренного фонда говорит сама за себя. Комментариев не требуется. Смотрите, что тут мы с вами закрыли, да? Что это такое? Ну, пол провален полностью. Лагерь гнившая. Все там внизу гниль. То есть он просто рушится? Он рушится. Здесь заходим в подъезд. То же самое. Пожалуйста, все прогнило. Все разрушено. Стены. Сами видите. Все. И недавно нам сделали косметический ремонт по многочисленным просьбам. То есть вот, смотрите, закрасили кусок здесь, кусок здесь. И на втором этаже то же самое. То есть это то, что они назвали косметическим ремонтом? Да, это ремонт. То есть здесь тоже все гнилое, все проваливается. Люди убирают подъезд сами. А входные двери не закрываются. Значит, жители убирают не только за собой, но и за гостями дома. Здесь постоянно ночуют бомжи. Пьют, курят, простите, испражняются. То есть я хожу, это все мою, убираю. То есть окурки. У нас дети ходят со школы. То есть пойдешь вот на второй этаж, он лежит вот на лестнице. Полностью не пройти, не проехать. Жители попросили сделать домофон. Но в официальном ответе от администрации города все объяснили. На входной двери подъезда имеется механическое устройство фиксации. Звучит высокотехнологично. То есть 21 век на дворе. А с той стороны, если человек придет, кто ему откроет, допустим, с ночной смены или со второй смены, если ребенок придет, то есть вот такие вот ответы смешные. Облупленные стены, иллюзия ремонта и многое другое с того, что можно встретить в подъезде, это, конечно, только внешние проблемы. Главное в квартирах. Это у меня вот такую квартиру срезали, все сломано, все. Это я вот, батареи вот у меня были все ржавые. Это я уже ремонт тут все покрасила, побелила, это я ремонт сделала. Веру Орлову переселили сюда из дома с улицы Советской Армии. Аварийного дома. Переселили временно. Но и здесь тоже терпение остаются последней капли. Вот труба, вот дырка, ее надо делать. Вот, отсюда вода течет, я баночку меняю. Они смывают там, летать, а у меня вот здесь вот течет. И вот здесь вот на полу я уже замучилась это, вытирать. Вызывала слезаря, ЖКО, они мне предъявили 3 700 за все. Но у меня таких денег нет, говорю, я не буду. Починить сантехнику за такие деньги предложили в управляющей компании. Нет претензий у жильцов только к температуре в квартире. Здесь тепло. Правда, иногда бывает сыро и с плесенью. С той стороны в коридоре там текло все. И как там гнилось, гнилась стенка. И у меня вот так вот, вот это вот все. А это что здесь было, плесень? Плесень, да. В квартирах по стенам уже идут трещины. А квартира Елены в этих соревнованиях на крупнейшую коммунальную проблему далеко не отстает. Конек отлетел, огромный кусок крыши отлетел, козырек отлетел. Это все, ну ничего не делается. Часть крыши отлетела именно над квартирой Елены. Вода собирается, видимо, на крыше. Он отваливается, то есть полностью здесь вот все. Если я пальцем проткну, там просто вот все повалится, пустота. Ну потолок отваливается, а вот дерево, а вот и дерево. То есть оно прямо на крышу падает. Когда ветер шатает, оно прямо вместе с домом ходит, все провалит, крышу проломит. Это сто процентов. Дожди и ветры теперь и сами деревья против этого дома. Дерево, которое грозит проломить крышу, обещали спилить еще к первому декабря. Вот это место в документе. Но, однако, знатный тополь продолжает стойко подпирать крышу. Говорить о проблемах дома решаются далеко не все жители. Вот сейчас при вас женщина сказала, только меня не снимайте, да. Вторая тоже, только вот покажи ответ, но только не говори от кого. То есть я не знаю, с чем это связано. Почему-то боятся. Видимо, боятся, что отсюда выгонят. В разговоре за кадром нам так и сказали. Боятся, что выгонят. Угрозы звучали. Боятся на камеру сказать, что жителям обещали поставить пластиковые окна во всем доме, а в итоге поставили в нескольких квартирах. О том, что еще творится в этом доме и какова его судьба, коммунальный патруль будет и дальше рассказывать и следить. Жильцы дома, про который мы сейчас рассказывали, мягко говоря, недовольны работой своей управляющей компанией. А многие герои наших предыдущих сюжетов недовольны работой ТСЖ. Итак, извещен вопрос, что выбрать, управляющую компанию или товарищество собственников жилья? Расскажет эксперт. Здесь, наверное, всегда такой критерий выставляется. То есть, если маленький, небольшой домик, то, наверное, все-таки здесь ТСЖ не подойдет. Не подойдет по нескольким критериям. ТСЖ – это уже юридическое лицо. Здесь необходимо, чтобы был бухгалтер. Здесь необходимо, чтобы был управленец. Почему управленец? Потому что, на самом деле, вот, как некоторые говорят, да вот мы там выберем со своих рядов какого-нибудь председателя. Так вот, он активный, он хороший, он там раньше преподавателем был. Он хороший преподаватель. Но дело в том, что он никакой специалист в сфере управления многоквартийным домом. То есть, я хочу сказать, что сегодня вот этот, знаете, хороший гражданин и хороший сосед, он все-таки должен проходить через призму. А является ли он хотя бы отчасти, но как-то отнесет с вопросом его образования в плане управления многоквартийным домами? То есть, если этого нет, то я считаю, что вот этот хороший критерий, хороший человек, он не должен брать свой внимание. Потому что здесь надо и управлять домом, здесь надо и технически грамотно, здесь надо предоставлять информацию. То есть, это я что хочу сказать? Что если мы выбираем ТСЖ, то в моем понимании, если председатель хоть и есть, надо все равно выбирать управленца. То есть, это значит платить ему деньги. То есть, хороший управленец будет стоить хорошие деньги. То есть, мало того, что бухгалтер, управленец, дальше мы пошли дворники, дальше мы пошли все остальные электрики, сантехники и прочее. То есть, в любом случае, я как ТСЖ, как управленец, должен иметь вот этот вот штат. На каких-то там он будет, по совместительству они там будут работать, на полную ставку, неважно. Но как только у меня появляется этот штат, то мы сразу ведем отчисления. То есть, и фонды, и прочее. То есть, это деньги. То есть, это достаточно большие деньги. Если у ТСЖ, кроме как денежных средств, которые собирают собственников по строке текущего содержания, нету, ну, тогда, мне кажется, здесь маленькому дому просто не выжить. Поэтому, что происходит иногда? Есть попытки, когда дома рядом находятся несколько, да, вот инженерные коммуникации рядом, преддомовая территория рядом, вот эти домики объединяются и делают свое ТСЖ. То есть, несколько домов, пятиэтажечек, пути маленьких, но они организовали ТСЖ. То есть, у них, возможно, есть дополнительный доход от сдачи в аренду каких-то общих мест, для того, чтобы восполнять вот ту расходную составляющую, да, о которой я только что сказал, дворники, управляющие и прочие все остальные. И тогда, возможно, такой вариант будет. То есть, если этого нет, то, наверное, лучше всего маленькому дому выбрать управляющую компанию. Поэтому, вот, выбрав управляющую компанию, вы, в конце концов, через некоторое время можете понять, если у вас действительно даже у маленького дома, а я вот знаю, что есть некоторые дома, которые в центре города находятся, имеют возможность сдавать в аренду там площади какие-то под рекламу, там, подвальные помещения, да, если они увидели, что у них некоторым образом бюджет поднялся, да, и они могут содержать сами этот дом, то почему бы и нет? Поэтому, вот, такой основной момент, то есть, при выборе. А что касается либо ТСЖ, либо управляющей компанией, ну, на самом деле, вот, хорошая управляющая компания, профессиональная, если будет работать, здорово. Если мы четко понимаем, что мы хотим от этого ТСЖ, у нас большой дом и есть активные граждане и хороший управленец, тоже очень здорово. А нам без разницы, кто не работает на вашем доме, ТСЖ или управляющая компания. Если у вас коммунальная проблема, обращайтесь в нашу программу, мы расскажем о ней и, возможно, привлечем чье-то внимание. До следующего вторника. Редактор субтитров А.Семкин